друзья здравствуйте сегодня с вами я александр хобби тиран и сергей сергей какой у тебя тег собиратель стрим нет подожди нет собирать нет это твой ну экстрим и нужно тебе какое-то кодовое обозначение собиратель командора русская как собиратель земелью санир команды коллекционер команд нет собиратель едыха русского вот сергей занимается тем что организовывает толпу непонятных вредных капризных дядек в одно более-менее комьюнити создает с ними турниры и у него даже это неплохо получается как вы знаете сколько мы уже вот два раза провели большой мультиплеерный командор в москве это так это берем все практически так собственно сегодня мы собрались обсудить с вами новый сет который будет уже в эту субботу в воскресенье будет при релиз кстати ты знал что внезапно ввели новую такую сущность не только вот у этих новых сеток типковой которые выходят но и вот это вот этого фанового будет сначала при релиз а потом релиз это очень странно так что в эту субботу вы сможете поиграть battle bond потом неделю вы не сможете в него играть а потом через неделю вы тоже сможете в него играть каждый день в ваших магазинах вот battle bond мультиплеерный сет сначала скажу все что я я о нем знаю а потом сергей да что о нем думает фановый сет ну не то что фановый фановый был unstable а этот очень странный сет который иногда выпускают визарды рассчитаны естественно не на компенсию публику а на такие фановые времяпровождение если до этого у нас был драфтовый конспираси который был неплох очень неплох там можно было начинать играть уже на моменте раздрафта и внимание карт из бустеров то здесь нам предлагают целый сет который просто создан для двухголового гиганта причем не только для силе дав но и для драфтов драфты вообще что-то странное будет там два человека вас будет во первых драфт на четырех бустерах они на 3 и там вы сможете вдвоем пикать вы должны одновременно и бустера сразу две карты брать посмотрим как это будет что там нам пронесет этот сет также я хочу вам немножко потизерить что у нас будет при пререлиз в четверг все залетайте к нам на стрим и сможете лицезреть еще до начала как собственно играется силит по итогам голосования в нашей группе люди выбрали что мы будем играть силит но карточки друзья карточки с интересными механиками которые просто созданы для мультиплеерных форматах а все вы помните что наш любимый командор это тоже мультиплеерный формат ну в том виде который мы его играем и здесь есть очень много механик которые позволяют развернуться полностью фантазии друзья скажите как нас видно как нас слышно я вижу что нам пишут из ютуба подождем еще некоторое время когда нам напишут свеча из вконтакта и собственно мы начнем сегодня мы хотим обсудить спойлер этого сета и что он даст нам для формата командор в частности потому что кроме репринтов которые очень жирные и которых давно не было и может сказать мы практически наныли многие считают что этот сет можно называть командор мастерс потому что многие из этих карточек просто прям вот бери и кидай рандовно кучами несмотря боброва не видно и хорошо зачем вам саша григорьев привет бобров на стриме пусть будет сережа с котом да ну прежде чем мы окунемся полноценно в командир я как закоренел или госек наверное я не такой закоренелы как многие или госеки но я стараюсь хочу упомянуть о нескольких карточек которые будут скрываться в деньги это в первую очередь турнеем не митис все так долго ждали этого репринта ребят скрывайте файлового просто с руками заберут сразу потому что все хотят зафайлить наконец-то свои четырехцветные обминейшены потом напечатали брайтлинга эта карточка ее пророчит в легасевое днт тоже вскрывайте солите маринуйте откладывайте на полгода потом прошлик возьмет про тур и файловая уйдет просто сумасшедшие мы еще обсудим цены и на что нужно обращать внимание особенно на драфте что нужно пикать там некоторые комончики анкомончики прям как-то странную цену имеют так что да друзья сет прям в деньги вскрывать хорошо именно поэтому мы решили его обсудить да но начнем тогда с наверное с самого интересного что есть командирах это непосредственно сами командиры нас в мификах несколько потенциальных легендарок которые могут стать командирами во первых а давай немножко поговорим вот это михай вот я кстати не понял у меня есть вопрос вот эта механика партнеров которые она идет здесь она точно такая же как и у нас в командире это ли или это другие партнеры это другие партнеры они действуют по тому же принципу но у них есть у них ключевое слово partner with они просто партнер и там написано с кем и они могут быть партнерами только с тем с кем у них написано а просто так с любым другим партнером не могут то есть вот старые командирские партнеры не работают к сожалению с ними может и к счастью вот но соответственно несколько пар сюда завезли здесь также в этом сайте есть существа с partner with которые не являются легендарными они не смогут быть командирами не только не при ком условии но их можно положить 99 и как-то их искать они друг друга ищутся partner with это не только партнерство как таковое что они могут быть командирами это еще и gtb поиск второй половинки если она у вас лежит 99 такая вот история ну что с кого начнем давайте начнем с самого интересного на мой взгляд это за три маны human warrior красный пятицветный который он же маленький бремас не совсем маленький варьеров ставят они готов к сожалению как давайте вот это на джилла за блэйт блоссом так ты видишь что я показываю это я нет я не смотрю на вот перина ну вот он соответственно вот представим не станусь на джилла за блэйт блэйт это девочка мифик слева внизу типа и вот-вот-вот я тебе показал да все вот-вот-вот они хочется поговорить принципе издание любых пятицветных существ легендарных она очень радует пилотов командира потому что пятицветных существ не так много хороших из них принципе нет вообще и тут нам издают достаточно интересную женщину во первых она маленькая по косту это уже приятно да три во вторых она вот как как сказал один мудрый человек если на карте написано whenever значит на чем-то комбиться и у нас наш командир начинается потенциально именно с триггера whenever warrior attacks она сама варьер то есть когда он сама такую пили будет другой варьер и мы можем наплодить токена по что делать только именно в командире их прожирают они триггерят всякие бомбарды перфоров и вообще токены это топливо командира и тут наш командир генерит все что нужно как минимум под скуклам точно пойдет уже уже неплохо и обилка это просто вообще потрясающе потому что все пилоты завидуйте за 5 пилоты нарсет завидуйте то чем вы всегда мечтали дополнительные комбат фазы вот просто так на халяву заману за 5 маны комбат фазы у нас конечно есть игровой это софт который дает их за 5 красных а тут 5 цветных но они всегда в командирской зоне то есть искать не надо то есть обилка полезная токенов плодит стоит мало пятицветный мне кажется что просить что-то большего это уже будет хамство и вообще мы не достоин мы получили командира которого заслуживаем считая его неплохим сильным на нем можно курить как минимум берем сюда уже вот просто сверху сверху моего моей головы моего листа стейплов кладем сюда богомеч и это уже бесконечной комбат фазы кладем сюда зеленую умбру это бесконечные комбат фазы любым способом генерим бесконечную ману на скорости инстант это бесконечные комбат фазы все в принципе что еще нужно то есть если колоды часто пытаются изображать там какого-то кики-джики пытаться заходить в комбат намного получают какой-нибудь не знаю fog и на все кончается дней здесь так здесь и сложнее мало того что мы ходим в атаку так мы еще и каждый раз удваиваем количество токенов которые атакуют то есть первый раз мы положили одного второй раз мы положили двоих потом четверых потом шестерых каждый раз триггерится вот эта женщина генерится 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 постоянно очень крутых на беречь что рекомендую попробовать да кто еще давай посмотрим зеленого вурма за 5 также мой да я понял о каком вурме ты говоришь сейчас к может быть присоединиться яшка может быть яшка skype не я вот сейчас на я напишет ты пока рассказать да вот этот замечательный вурмец мифический мифический вурмец во первых это первый легендарный вурм изданы в магии до что как бы хорошо нам или очень радовались западные коллеги что наконец-то можно собирать колоду на червяках они видимо всю жизнь об этом мечтали а я просто ездил на рыбалку на волгу видел там червяков но очень крутой командир во первых ну самый статую впечатляют 10 8 за 5 маны это извините это можно и винтажей ловмандит там как-нибудь второе интересное он много дрова этот просто смотрите он когда он вливает батухи то есть не умирает график не парит когда он вливает battle field дрова им карты по урону по нему не комбат ничего слова комбат нету любому урону то есть его можно не на пингануть болтом и подровать 3 это просто двигло 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 замечательное двигло как минимум изданных доминарии хельмов за хост с такой штукой он ставит копию в урма копия идет в атаку копия дерется с оригиналом после этого вы дрова эти 20 и и так и мой смелиться можно на 20 не до не на дрова ишься так вот что еще ну его можно блинкать то есть нанес урон по блинкал подровался на вес урон по блинкал подровался учитывая что дрова это много по количеству урона урон наносить гиды были как-то еще достаточно легко например поставил тот же треморс такой чувак в ходе трамвус триггерис и стреляет в него же потом он вливает дрова и тентентом двигло не знаю комбо образующая карта однозначно что-то наверняка с ней будет интересно попробовать еще о чем какой а что там будет у него в самой так колоде лежать как ты думаешь а если его делать генералом а не ставить как вэлью карта внутри в 99 то нет и вообще как генерал он релевантен какой-то вот этот моногрин рамки его и все такое ну и то я бы сна я бы попробовал во первых он триггерится с твоих собственных существ и это круто потому что ты можешь дорком пойти в атаку подраться с ним и про есть дурка под карточки то есть такой мини-скул кланп у тебя пучись причем ману платить не надо абсолютно халял можно еще утилизировать токенов туда же бесконечным что он восьмой в попе 7 токенов проел подровал 7 конечно дроу бэк что оппоненты тоже могут своих дурков утилизировать но это уже как говорится такое не факт что не успеет да и пивень очень приятно смотрите 10 атака то есть если он командир пилить ему дабл стр а пилить ему инфект и он уже кого-то убил да 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 я помню что эффект убивает когда с дабл страйком к сожалению кого-то не убьет но вот просто с небольшой подкачкой дабл страйком уже одного убивает просто за один забег с зеленым нет проблем с простой поэтому классно классно я послушай я такого даже вы саня потестил в пятом слоте пятом стихом и сан бам и все круто и сан обычно ставит конечно музу но не всегда это нужно или можно обычно у него в пятом слоте лежат музыка как номер один цель и всякие утилити существа типа олень там дух который от римуала спасатели наоборот являются римуалом тут получается в пятом косте будет дров причем достаточно сильный тип у тебя все плохо поставил такого всех доков отправил в атаку прожирал их на дрову там офигели арт карт выиграл как-то так да кто следующий принципе наверное действительно интересны все из зеленых или из кого из зеленых ну из легендарных существ которые могли бы стать командирами лично мне понравились вот эти партнеры черно-белые где демон и ангел ну классическая такая флаворная тема демоны и ангелы света бв и этим ребятам запилили именно нужные обилки которые в совокупности делают все он значит один плодит существ другой их прожирает за то чтобы вырасти и подробовать x-карт первых они действуют в отдельности друг от другу то что любым другим способом наплодил токенов и тут же сжирал получил правильно нашел демонов кравзы он редимд партнер у него прекрасные товарищи компот конечно них не получится но именно кажуальную фрау флаворную оржов колоду я с удовольствием на них покурил дальше значит у нас есть просто шикарная пара это мальчика его воображаемый друг на туха г вам не хватает партнера вообразите себе друга и приходите с ним до мальчик зеленый цвета уже православные луга цвета это сильнейший в командире в принципе ну что мы есть все тут еще и чумовейшие манипуляции с плюс один один каунтерами привет уга и зури и тут еще и дров за эти плюс один один каунтерами все что нужно все что нужно просто эти партнеры ну ну да это не тумно тратить пауэр лэву прикольные сильно еще и флаворная фигер мальчик маленький ниггер мальчик маленький классно просто шикарно рекомендую вы попробует и тут же кстати раз уж мы о синем свете у меня тут глаз лег на второго партнера легендарного это зин сплит саю выездом и его дружище огур который удваивается за и к нам присоединился яша вот это да а кару а и of chaos да я же ты с нами ну ладно пусть я не будем отвлекаться на него да я что-то я не обратил внимание что он делает там он в начале атаки заставляет тебя подбросить монетку и если ты выиграл монетку то он удваиваю силу или атаку самое интересное если ты выиграл монетку ты бросаешь еще раз и так бросаешь пока не проиграешь то есть чисто теоретически ты можешь и на 50 раз выиграть и он вырастет до сумасшедших размеров там кого-нибудь застрелить флингом всем привет меня слышно да слышно кто это кто это кто это к нам присоединился я что ты камеру покажешь не покажешь я сейчас голенький но я потом оденусь и покажу я просто хотел ворваться и сразу же про флипание монетки не знаю серёга говорил или нет смирадина замечательный артефакт позволяющий два раза флипать монетку ну мы только начали обсуждать ну да синергии с монетками просто очень много если посмотреть по ключевым словам coin flip и устроить поиск в гугле можно найти и больше сотни карт которые что-то делают с coin flip забавная такая хаотичная колода получится синяя соответственно половинка которая с ним комбийца на другой карточки и это клёво потому что просто так на халяву выиграл монетку подробно знаешь как как в жизни бывает игру монетку получил халяву валуи были такие вот легендарные существа прессию больше ничего интересного не лично не заметил если кого-то упустил и в чем-то не шарит у поправьте меня ой я не полностью смотрел поэтому не буду поправлять я верю в серёгу серёга у нас самый лучший так что я зашел просто послушать наверное больше наверное да теперь что еще хочется давай пройдемся по картам которые не легендарные которые просто полезны для командиры я не буду сейчас говорить о репринтах репринты мы обсудим в конце вместе с сумасшедшими ценами на них значит во первых за три бамы римуал в черно-красном рак до сутбол в модерне будут легальны нет нет только всякие наркоманские форматы вроде командера и прочих карта last one standing это это разрыв формат шаблона то есть римуал за три массовый он в принципе очень полезен этот римуал мало того что он массовый он еще и в хороших цветах и он не целит и он не зависит от power tough нас они зависит многих вещей ну конечно он не дистрактовал не ломает но уже неплохо уже неплохо он еще и сорс или какая-нибудь кесс его может крутить по нескольку раз короче прикольная штука рекомендую я не удивлюсь если всякие грехи штормы заиграют и ему в каком-либо втором слоте римуалов сильная карточка и по вашему этот выпуск будет распространен друзья ну судя по названию нашего стрима и в собственной по картинке мы разбираем его полезность в частности для командира потому что ну в модерн вы это не положите как уже сказали до этого легощева и стейпы мы обсуждаем я могу про легощи поговорить но интересно вторая классная карточка который на который хочется обратить внимание это за четыре маны angels grace так называемый есть такой белый angels grace а тут издали его черный аналог сейчас вспомню называется по моему мне он тут вон прорах если правильно помню а вот у меня вопрос к сергею а вы потасовку ну вот этот за 3 маны которая из хордстоуна к нам пришла вы куда-нибудь положите именно я бы положил в грексе шторм слот массово римуалов что он объезжает тига он не целит и ну нормальный коз то есть две цветных и сорт цели вполне нормальный считаю проблема что он стоит красную такая решаемая проблема обычно конечно шторм он полагается на токсик но в кричевом метагеме токсика может оказаться мало поэтому такая штука неплохо да конечно там есть рандом это проблема то есть можно тупо не попасть ты можешь пытаться убрать одного хитбира в полном столе из 20 крич и этот хитбир будет единственным выжившим такое может случиться но вероятно сложно я когда вижу механики наподобие вы выбери рандомно я сразу вспоминаю всякие в варпу ворлды и думаю ну каким образом вообще рандомность сделать это смешивая карточки вытаскивая случайную кубиком такой сложновато ну блин а кубичом послужновато ну взгляд можешь сделать легальный шорткат если там миллион кричей ты их делишь на две кучки и допустим их ты можешь их располовинивать типа половина кричей в одной куче половина в другой проблема в том если в столе бесконечные существа как из них выбрать рандомная вот эта задачка и для этого тоже обсуждали же мы уже что не бывает бесконечные существ бывает там хорошо три миллиарда три миллиарда существ и как выбрать из них рандомная но ты берешь 9 10 значный кубик и кидаешь сколько там значим миллиард существ значит кидаешь девять раз и существо номер такое-то будет соответственно выжившим а как нумеровать ну ты говоришь там не знаю тип номер один там этот номер два все остальные от 3 от 3 до миллиарда и понятно так мы про какую черную карту ты говорил да 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 как она вас chance называется просто пытающий вспомнить найти которая которая промотали по моему которые мифик до стенден стенден что-то там вот только что было вниз немножко опустите вот станем реверсом называем за 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 четыре ману на необычная штука прикольная она как пенил одностороннее колесо она прекрасно карта то извините туплю станем реверсом правильная нашла окей самое интересное что чисто теоретически можно сказать такую и потом тошниться плюс в том что и вот эта штука и тошнота и не обе в черном то есть колоды которые не имеют доступа к белому для angel's grace вполне могут заменить вот этим костылем в виде станем реверсу и допустим продровать всю колоду кроме восьми нарезовый проиграть игру но вместо этого пойдет эффект замещения они додровают остальные семь и эффективно они получат один хит в остатке и полностью продрованную колоду суммарно за девять черных ман это не звучит как пихоть невпихуемая друзья но это все-таки фановый сет так что не надо тут ваши эти бунды поднимать ну да мы тут не про про тур и прочее говорим мы говорим про мультиплеерный командир где орандом в принципе достаточно большой по определению хотя потому что формат сингл тоновой несмотря на то что у нас есть лучшее тутор изданных изданные когда-либо в магии все равно я стал рандом нечем тот же легаси или даже модерн нефтя модерн совсем рандом не там ни контрипов и твторков и быстрый ман и вообще ничего нет собственно да стане реверсал я бы ее куда-нибудь положил это прекрасная комбо образующая карта ее надо ломать и и надо использовать синий поин звукер кстати вот я не заметил я забыл про него сказать он достаточно хорошие он там дровается сам себе защищает эмблемка у него такая неплохая но я принесу он не ультимативный но хорошие статистику положить в бант по из вопера так брейтлинга мы уже упомянули что еще такого есть мне понравилось воровство и клипа за 2 мало того что каком цвете синем в командире эта карточка имеет особое значение потому что в командире есть такой архетип как вальтрон это когда создается некое существо и и она обвешивается либо чарками либо и клип чиками и пытается кого-то не стал ваншотнуть и вот такая вот фумбле она как раз эту стратегию полностью ломает самое интересное можно допустим забрать чей нибудь чужой аниме дед она умрет ну такая необычная карта именно против вальтронов если он с метагами есть вальтроны это горчук против них вальтроны часто бывают хикс пруф или шрауд поэтому вас не всегда получится этой карты на них ответить но тем не менее неплохая неплохая такая подумать можно мне нравится что она инстант то есть но сорс вариант кэш ничего не делал вот как инстант такая клювенькая так многоцветных евро и по риму а мы сказали про новую бабку в белом говорили уже я просто не слышал от девочек вот архон о вэлорс рич новое существо к его и заширить и полет тем более котик и от он архон котик он не бегает эффект достаточно сильный он многое запрещает обламывает многие колба самая класса что не принт это это не какой-то арт где-то я видел подобный эффект это не реплина это они придумали налет и соответственно можно эту можно это существо копировать и каждой новой копии запрещать еще другие типы столов то есть технически будут штуку расплодить и залочить стол так что кроме существ ничего как нельзя будет как водится среди пилотов гв мы тут недавно выяснили что это гейские цвета в гв существа самые нормальные еще в столе они вам дадут прикурить есть такая штука расплодиться и залочит все остальные варианты на друзья запись конечно будет потом на канале запись обязательно будет вот вот самое вкусное оставил я конечно но потом ребят нам дали земли дуалки нормальные и не имеем и если у них минус что они не ищутся свечек но я думаю это не огорчить адептов формата потому что это это классная земля которая входит не тапанное у нас пока только пять дуалок соответственно не все есть цветовые сочетания но самое главное есть есть у б есть у в есть говоря все остальное не очень имеет значения хотелось бы еще угами вот ратики дать эти карты в себе в колоды просто вот и мне очень понравился flower этих земельек если посмотреть на же battle bond это вроде как боевая арена а здесь есть лакшери сует такой бассейн знаешь для элитных посетителей арены которые там развлекаются для них есть сервис опыт вот вся штука мне очень понравился арт вот зелено-белый он выполнен в таком каком-то стиле совершенно не знаю если я найду сейчас его в нормальном он в каком-то очень нетипичным таком стиле с резкими линиями нереалистично сделан сейчас пытаюсь найти ну а мне земли не очень понравились но для двух цветок то они хорошо зайдут я уверен но вот три четыре цели я точно их не клал не знаю я у меня еще одна ну давай начнем с того что трех четырех цветки они обычно на самом деле двухцветные и с очень маленькими сплэшами ну возьми допустим грексе шторм там красных карт дай бог три четыре на самом деле он убэ возьми марата он г в этом с пятью красными картами в колоде возьми четырех светных партнеров они по сути тоже убэ с зелеными дар коми а белый там вообще штучно единичный присутствует ну это что касается компот колод а если брать не компот колоды то там еще одна дуалка который еще и наверное дешевый по рублям будет только волком так что земель очки отсюда надо сохранять и потом использовать своих колодах насчет дешевости анонсировали файловые по 20 где то пока что по старт сити если так что да не совсем дорогие даже и стоил а так помню по 4 5 бакс да но особенно для новичков которые собирают свои колоды это прям вот прямой способ улучшить свою колоду задешево наверно в принципе все ну при принтили свод а ну давайте про репринтера что мы начали репринтов много репринты качественные репринты хорошие ну да и сразу пройдем по давайте в мясо даблинг сизом ну сразу мясо эфические дыха стейпл цена на который вообще не дернулась даже после того как с другим артом другим артом и все равно все еще 40 баксов на год все еще 40 можно потом подешевеет но тем не менее штучка которая нужна всяким токиняк ником и жетонщиком ниркана ревенант интересная женщина допустим в черных которые пытаются использовать эффекты вдвоения маны то есть черный хай тайт там ниркана присутствует как еще один эффект суммарно черные могут больше всего таких эффектов положить и родить их целых пять включая ниркана и она была только в одном сетте арт не поменяли сотрите арт у нее синдика ровский и здесь как бы довольно странно осмотра смотрится в этом сеттинге потому что на заднем фоне у ее эдры поленились короче такая вот женщина приятный репринт пусть будет наш общий знакомый как ты думаешь она у него лежит в его марка точно нет сто процентов нет он уже объяснял что он у него марка очень нацелен на маленьких кричек и быстрых но зато приятно что она с кучей денег упадет до мне такой кучи длинаешь она на голфиш она пока не дернулась она пока по-прежнему стоит десяткой но наверное она упадет все же сидборд муза паре причины и привет мусы еще раз мы тебе очень рады это зеленые дыха степо лежит в огромном количестве колод хороший репринт разрадуемся микосинт лайтис то же самое это карта которая играет в небольшом количестве колод но она очень популярна она издавалась достаточно давно и тут и опять и тут ее на кейс паре принтер я не вижу где она артефакт косинт лайтис а он мифика и мишечки слоте мифика конечно обидно мне кажется больше на рару тянет но тоже чтобы нет припределись word правда с хреновым артом там то дурацкий ниггер лучше все на припредел какой-то не понравился с этим а стоп какой сворту вот из ворс упал шнешь долблюсь глаза не вижу белый белом а свардец я вызвала и свардец ревовал да всегда нужен паре принтере чайник тоже при его конечно еще раз паре принтере то есть когда-то он стоил 1000 рублей после репринта в мастерстве он стал стоить 200 рублей теперь он еще будет стоить копейки привет товарищем боглом им перепринтили кора спирит дэнсер до богом паре принтере но мы что-то не правом вот рядом как раз land tax при принтере island tax да 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 суши его по моему ну не часто его репринтили самая популярная в мире карточка тем не менее стоит свою 20 . приятный опять же репринт просто сбить цену уже неплохо если она вообще собьется ну не факт командир в белые и частенько кладут моно белые всякие припринчен с оверах там тишин замечательная карта очень не люблю играю и свои синие колоде сильный эффект можно что-нибудь украсть если у вас вы сами не можете себе позволить играть хорошими картами вы можете хотя бы сперить их у оппонента да карта очень прикольте по моему яка это уже нам ровно и о преимуществах до бист визин во всех зеленых универсальный римуал он немец да это первое издание немецов файле поэтому все легосейки просто разорвут прилавки скупят весь ботул бонд поиск себя они что мы играют комплектами поэтому берегитесь магазины на старсити 150 баксов он по моему уже вот у меня возник вопрос я дравщи это с напарником как карт это потом делить ну договорись напарником до драфта наверно же твой напарник будет тебе не чужой уж договоритесь как-нибудь ну или не выгуманы а разве там не не отдельно драфтят двое карты или там ну вы сидите вдвоем и пикаете одновременно две карточки из бустера команде так еще приятные римпринты это импульс и скайшрауд клейм это конечно копьевые команды но они в своих соответствующих командирских колодах всегда лежат классные карты рекомендую их быстренько доставать в красном там по моему из онкоманов что-то хорошее какую-то молнию с синего а чайник ты сказал да чайник уже говорили чайник латникс вместе конфликс же тоже играют даже в едах да бывает играет насколько я знаю ее вещь нигде нету все пауперисты будут за ней бегать на самом на самом деле я когда недавно услышал о том что аттракса сейчас уже перевалило за 30 баксов ну вот и увидел нового ректора для плансблокеров я понял что они это как раз вот для таких ребят сделали ну сейчас ее по репритит же аттракса в этом так что все нормально greater good отличный репринт а так и ребят я еще злобный торгут если чарочка чарка зеленая встречал когда прочесть я никогда не играли повезло мы забыли упомянуть про одного очень важного просто нереально важного товарища это новый маг за 3 который и т.б. ищет спелл за 2 как называется синий мифик за 3 маны мифик мифик ли точно мифик но по моему точно мифик я вот прям помню как спеллсикер спеллсикер рарка значит смотрите эта штука я бы не назвал ее революцией в компетиях едыха но это женщина которая улучшает и без того неплохие кучки халка если колоды раньше парились чтобы находить там какие-то прикрышки или что-то еще когда халк резовывается вот эту штуку положить в эту кучку она может найти самое самое нужное может найти контру может найти дров чтобы активировать маньяка может найти реанимацию чтобы поднять еще раз халка еще раз его съесть ну короче там прям вот запакованная дамочка у нее столько аутов она будет в большом количестве угэ комбо играть в качестве топлива и арт хороший поэтому запасайтесь этой женщины и если у вас есть собранный четырехцветный competitive hulk рекомендую покурить как раз если у вас есть собранный четырехцветный халк классный ну есть такие люди в москве парочка так обратился к трем своим знакомым сергей посмотрите почитайте в интернете какие кучки собирают под эту женщину мне кажется вам всем понравится все тех у кого не собранного четырехцветного халка комбо образующая карта вскрывайте в бустерах запасайтесь засаливайте особенно файловые потому что потом 3 этих чувака из москвы начнут по всей россии искать себе файловую версию в колонне а вы сразу за дорого игорь паре принтере конечно странный он не знаю в командиры мы наверное не будем им играть командире наверное нет ну там еще куча крутых карт например это эльфика паре принтере который визионарии это бедро вается вот так как бы он он сто лет назад был но он опять есть и это приятная хорошая карта почему нет да ладно сто раз уже издавали ну и ладно пусть еще один его еще в курсе эти издать этот фертайл граунд или как то по моему тоже давно не репринтили нет фертайл граунд не знаю я про эту карту но что знаю яша ты будешь играть в батлбон прямо как батлбон очень хочу но у меня нету напарника а влад меня не хочет а у тебя нет друзей спрашивали есть ли друзья у Рудиона Боброва яша а ты не хочешь пойти на пре пре релиз батлбонда яша я же говорю у меня нет друзей с кем так я тебя спрашиваю не хотел бы ты пойти на пре пре релиз батлбонда ты должен смотреть ой а когда же он будет давай а когда же он будет подожди нет заново яша а не хотел бы ты пойти на пре пре релиз батлбонда ну и когда же он будет да конечно хочу давай а он будет нет он будет в четверг а угадай где а на канале а а а будет он проходить в формате силят и более того у нас будет такой формат мальчики против девочек не хотел бы ты сколько стоит ну мы договоримся с тобой окей пиши мне в личку о да друзья кстати возможно у меня появились друзья в этот четверг еще до пре релиза батлбонда он суббота воскресенье у нас будет стримчанский в восемь вечера так что приходите присоединяйтесь увидим интересное комбо у нас будет две победоносные команды мы столкнем их вместе распотрошим вместе пачки и собственно поиграем этот дикий формат вот Сергей без пиетета к нему отнес он говорит я тайм твистерами играл и мне вашими мишками бегать не пристало а вот ты хочешь все таки поиграть ешь да? конечно знаешь почему? потому что классный? да нет потому что жутко скучно что именно тебе жутко скучно вообще по жизни? по жизни конечно конечно по жизни вот колоды не собираются решил вот тестить новые сборки своей колоды ужас трансляция трансляция вк лагает не смотри александр гостя в трансляции вк это зашквар вот что мы упустили друзья Сергей извините я перебил но надо было это сказать да пока вы тут зарепетировали с яшей тухогей или как там называется я вспомнил еще один забавный репринт это синий гражданин у нас который баунсит большой большой синий мужик который баунсит приказ тирани на т.к. тарантов дискорд ой не дискорд блин я просто у меня на языке вертится название и я не могу его произносить только карт невозможно все вот он тиран тиран да тиран это во первых легаси стейпл играет в реаниматорах во вторых это не легендарное существо которое может спокойно в компете фиды ха в реаниматорах критис бук там в доминарии издали жну чувака всю эту историю она спокойно может быть венконом рекомендую попробовать покурить себе засолить единственная причина почему я себе его еще не купил это потому что стоил безумных своих 20 долларов а тут он должен быть подешеветь может он наконец-то мне появится и наконец-то соберу нормальный нау реаниматор и порадуешь нам и снимем на него диктех ну да или нет нет в диктех можно и без колоды снять там в катрисе нет 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 мы за натуральное производство только настоящие карточки в кадре без заявителей яша что тебе есть сказать ты замолчал у меня есть вопрос к Сереге что у нас будет в июле очень интересное связанное с командиром да я что-то слышал об этом Сереж да ну вы что-то слышали потому что я вам сегодня утром написал в нашем общем московском телеграм канале где тусуются все едыхашники Москвы и не только МОСКИ МИРА МИРА о том что у нас 22 июля будет большой мультиплеерный командир на 5 раундов на нации кто не в курсах чемпионат России НАЦ там где щетка это всех выиграет пройдет в weekend с 20 по 22 июля в Москве в Измайлово будут все форматы будет Modern Legacy основной ивент он типок и драфт но мы для этого не играем сейчас я открою это нет а кто-то играет что ты за всех говоришь мы что-то пилоты командиров он за нас говорит да друзья те кто не в курсе будет самое большое главное событие для каждого мага России это национальный чемпионат ну собственно главный ивент на него могут играть не все а те лишь только кто набрали 300 годовых очков Блэнсволкер поинтов но также там будут сайт ивенты также там будет и мы интересы нас уже внесли сюда да нас уже внесли мы можем проскролить в список сайдевендов смотрите что здесь мультиплеер командир челлендж действительно представляешь значит у нас будет при 20 участниках примерно 80 паков в призах плюс коврик плюс промка победителя типовых паков там плюшки а на эти плюшки можно купить все паки которые останутся к этому моменту в наличии в том числе батлбонд если его не разберут но мне Женя сказал что его скорее всего не останется потому что цвет популярный на него миллиард предзаказов когда будет диктех от Сергея с его татьевой так мы же показывали вроде вам у нас есть запись диктех и более того там кроме диктех еще то как он пришел к этому дик листу посмотрите у нас на канале там все есть как можно в ваш чатик едыха попасть только через постель Яшину но есть проще вариант значит на топ деке я веду трэд куда я скидываю кучу всяких полезностей бобров лови я тебе сейчас его скину в давай сейчас только разберусь как но я вам скажу что вы не хотите попасть в этот чатик вы думаете что вы хотите но на самом деле вы не хотите если вам нужны актуальные новости о гомосексуализме если вы хотите узнать про политоту про Навального бунт курс битка свежий футбол у нас пока не обсуждают все что происходит у нас в основном только гомосексуализм обсуждают и то как через постель мы с Владом принимаем людей вот и все но иногда мы берем передышку от всей этой истории и обсуждаем мультиплеерный командир делимся диктехами просим друг у друга карты договариваемся о московских турнирах критикуем игру друг друга и прочее прочее но собственно ссылка как попасть в этот чат находится в этом трете который я кинул боброву в первом же пасте прямо сначала и там же для тех у кого вдруг не работает телеграм или кто то не поборол роскомнадзор российский там же ссылка на дискорд это клон нашего чата но в дискорде им меньше пользуются там все те же самые люди есть но пока телеграм жив мы тусуемся на 99% в теле но также следите за всеми обновлениями на канале Винкондишн Сергей у нас довольно частый гость и он постоянно будет держать вас в курсе на своих подкастах и прочем видосиках ну собственно мультиплеер командор он у нас состоится на нации мы посчитали что это хороший вариант потому что много людей приедут из других городов к нам и так приезжали из других городов а здесь люди дополнительно приедут еще и ради нация вот вообще нация это праздник магии даже если вы не набрали свои заветные 300 очков приходите там будет довольно весело даже просто походить потупить посмотреть на игроков которые играют уже там чуть ли не есть у нас такие кто и по 25 лет и по 23 играют вот по трейдится наверняка все распотрошат свои запасы и можно будут какие-нибудь редкие наборы или карточки купить не знаем будет ли стрим потому что площадка скажем так не наша это и есть определенные там свои нюансы но мы постараемся как минимум сделать фото или видео репортаж оттуда соединяется какие-то с первыми да там будут косплеер шип а также будут художники но это может неправильно сказал художник ну может быть еще заедет к нам в тот раз тоже обещали два месяца еще художников что делать если не отвечает на заявку об это тестируем т.г. а просто ждать когда тебя пришлют и все ничё ты не сделаешь да извини перебил да есть еще второй ивент по мультиплеерному командору который будет на нации он называется сайд-эвент он не челлендж он приходит в пятницу с 5 часов вечера и он проходит он-демант то есть собралось 4 игрока скинулись по 500 рублей каждый сели играть сыграли стол победителю стола файловый флудит стренд промышленный всё и так можно повторить до бесконечности и формить фечки это какое-то безумие так вообще можно да так можно а он будет как играться-то по каким банлистам и прочее по официальному банлисту все как положено по мужскому вот как мы играем да да мы по нормальному играем я каждый раз просто мне говорят. что вы как-то странно играете а а я говорю мы по нормальному играем, по мужски Да, вот в общем По нормальному за 2000 рублей Со стола можно помахаться за феечку И там какие-то еще пачки в плюс даются 20 плюшек за каждого участника Это по-моему 3 пака срыва То есть 12 паков на стол еще В призах в виде бустерков Ну так, достаточно сочно Особенно если у вас Есть силы, знания Умения справиться с Потенциальными оппонентами Я обязательно буду на этом ивенте Обязательно буду его играть И жду, собственно всех приглашаю присоединиться Мне кажется будет классно То есть получается можно фактически Взять феечку за 2000 Просто сыграв 4 раза с 4 знакомыми Да, но это будет дороже Чем если ты просто Выиграешь за 500 рублей Ну смотри Это понятно Ну типа платишь всех знакомых Мы поняли к чему ходит Яша Так не очень выгодно Потому что скорее всего феечки Там же будут продаваться От 900 рублей до полутора тысяч Примерно, я думаю Ну по крайней мере Промашт и Нексус Уходил там вообще за 500-700 рублей На нации на прошлом А феечка она подороже Поинтереснее и более Серьезный стейп Мне кажется где-то за 1000 Можно будет ее с рук Приобрести у участников НАЦА А тут за 2000 вроде как гарантированно покупать Да, Яша И вообще договорные массы Матчи это фу-фу-фу Мы против этой фигни Да, уважаемый слушатель На НАЦА ты можешь просто прийти И ходить Смотреть как играют игроки Просто встать И не мешая ему смотреть Как щетка играет стандарт Почему бы и нет Извиняюсь если уже спрашиваю Какие у вас планы на опенхаус И поедете ли вы снимать какой-то магазин Да, в этот раз Опенхаус не будет пересекаться с НАЦА Как в прошлый раз Мы с радостью поедем И где-нибудь потусим на опенхаусе Если вы хотите чтобы мы приехали к вам в магазин То капайте на уши Вашим организаторам Вашим владельцам магазинов Мы можем и к вам приехать Мы к вам приехали на час Может даже Яшу соберем Яш, ты пойдешь на опенхаус Новичков учить? Понятно Нет, нет Я пойду учить Только вопрос Чему учить? Маги Прям юных ребят Которые только приходят Я люблю юных ребят Да И ты будешь первая Что они увидят В своей В ТГ сообществе Что это будет глобальный отток магов В России А откуда мы знаем Вот в магии Магии и так Советская магия и так Не сильно развита Вдруг нужно кардинально менять Вектор развития Вот Ну это ладно, друзья Это все лирика Естественно у нас будет Опенхаус Если Ну по дефолту будем там Где обычно В Голдвиши, наверное Но если вы хотите Чтобы мы приехали к вам В ваш магазин То почему бы нет Если мы Сговоримся с вашими Организаторами Можно будет Приехать Каких-нибудь плюшек Там привезти Стримчански Сделать оттуда И будет круто Вот Да Что еще у нас на повестке Ну Я купил себе электруху Блин А это Это не тот стрим Извини А это не тот стрим? Ну почему бы нет Мы можем как-нибудь Поиграть Подожди А ламповый усилок? Ну он транзисторный Но Нет Нужно ламповый Слушай Ламповый 20 штук Что ли Да Конечно Ну вообще Я отсылался К одному Извини Видео Не смотрел ты его Ну ладно У меня У меня есть клавиши Я их выставил на продажу У них там есть лампа Так что у них там Звук через лампу идет Ну это рабочая станция Называется Ну как бы Фактически Это 78 клавиш Слушай Друг А в Воронежне Мухасранск Наш туда ездит Даже фармить по ПТК Почему бы и нет Можем приехать И в Воронеж Воронеж Это где Господи Ты знаешь Где Воронеж Хватит говорить Это замкадом Да Замкадом Не существует же мира Нет Да Откуда же ты Из Омска К нам приехал Там же эти Бомжи без фавеловых колод Приезжайте Вединорог на Братиславск Он ближе всего К Домодедово Если ты договоришься С администрацией Единорога То я с радостью Приеду Займись этим Но мы не в Домодедово Сейчас Мы по всей Москве Работаем И студия у нас Практически в центре Так друзья Мы перешли В какой-то этап Словооблудия Давайте будем краткими И подытожим Батлбонд Что это Для тебя Сергей Это Неплохой сет Где есть пару Интересных карт И где есть пару Интересных репринтов Для меня На этом все Закончилось Яша А что для тебя Батлбонд Хороший сет В который Ни одной Хорошей карты Для меня нет А мы кстати Знаете что Вообще забыли Но ты играть Да в него будешь Или нет Только с тобой Если Ну ладно Мы совсем забыли Про механику Ассист Которая вроде как Новая И которую Все пророчат В новый Питом Апогей Эншпиль Дипломатии В командире Но лично Мое мнение Не взлетит Да Он какой-то Очень странный Вроде как Ваши оппоненты При договоренности С вами Могут доплачивать За ваш спел На бумаге Звучит неплохо И я в принципе Могу представить Ситуацию Когда это Релевантно Но те спелы С ассистом Которые сдали Они к сожалению Все говно Поэтому Пока нет И Немножечко О ценах Вот сейчас Вы на экране Видите Топ Карточек Моно А вернее Рарок И мификов Не файловых Которые На данный момент На 28 мая Выглядит Примерно так Даблинг сизинг По сетям H50 Но это Плюс-минус Дальше идет Арена Ректор Лэнд Таск Трунейм Немезис Сидборд Мьюз И так далее Скажем так Вообще Каких-то бонд Которые стоили бы Там 100-200 баксов Нету Но довольно много Карточек Которые строят Там в районе 8-7 долларов Так что Средняя температура По больнице Довольно Прикольная Но цены Естественно Могут Изменяться И К сожалению Весь настоящий Жир Издали В мифик Слотах Что Плохо Отложиться На Экспект Вэлью В комонах Абсолютные Бланки В Ванкомонах Две хорошие Карты Мы сейчас Посмотрим Из Роровые Мифические Файлы Естественно Как уже говорил Сергей Трунейм Немезис Будет Превозбладать Он 150 баксов И везде Тувсток Дальше Арена Ректор Спелл Сикер Дабл Сизон Почему-то Всего лишь На четвертом месте Файловый Ну понятно Потому что Как уже сказал Сергей Трунейм Немезис Впервые Сдается В файле Да Так что Файлушки Можно пикать Видите Файлушки Всегда там Будут стоить Там около 15 долларов И больше Дальше идут Камоны И анкомоны Не так много Камончиков Которые Больше бакса Это Спеллснейр И чайн лайтнинг Чайн лайтнинг Прям вот Люди Будут Брать Потому что Тут как-то Моему товарищу Понравился Комплект В паупер И я понял Что в Москве Не так просто Их найти Пуперисты Все разобрали Да Я кстати Буквально Вот опять Я покупаю Карточки магии Которые вроде как Мне действительно Нужны А буквально Через 3 недели Их переиздают У меня так было С ректором Ой фу С рекрутером Красным Вот я его нашел Я 3 недели Ходил Торговался Наконец-то Мы договорились О цене Я от сетей Скинул Наверное 2 трети От того Почему он там Был выставлен Я его купил И вот Буквально Неделю спустя Его спойлерят Переизданный И я просто Пробил Фейспаумом Сиделить Ну да Бывает Ну что поделаешь Трейд Он такой трейд Из файловых Камонок И анкамонок Почему ты на первом месте Аж 25 баксов Ветеран Эксплойер Почему он такой Дорогой В файловом Исполнении Вроде он Дуфа Это очень старая карта Я Я не очень шарю Было ли файление В том сете Из которого он пришел Вполне возможно Что это тоже Чуть ли не первый раз Когда он выходит В файле Но я могу ошибаться Тем не менее Карточка очень хорошая Она играет Опять же В Легасе В колоде Никфит И даже иногда В других форматах В принципе Классная На втором месте У нас Скайхаут Клейм Почему-то он стоит 9 долларов Дальше Спеллснейр Чайн Лайтнинг Почему-то всего 8 баксов Ну подешевел Биствы из Ин Генезис Чембер Ну так же Не очень много Карточек Которые стоят Больше там 2 баксов Так что Действительно Весь самый жир В слотах Раров И мификов Но Средняя температура По деревне Скажем так Неплохая Так что Если у вас Есть желание Поинвестировать И пошелушить Почечки Почему бы это не сделать Тем более Это можно сделать И весело На двухголовых Вам гиганте Сергей Пожелай что-нибудь Нашим юным И не очень зрителям Ну счастье Здоровье Любви Четко еще Тап деков Хороших Обычно Желают Все И покажи Кота Секунду Там Была Жопа Кота Была Яша А что ты нам пожелаешь Нашим юным И не очень зрителям Ой Я желаю Входить в мультиплеерный Командер Радоваться Этому формату Не играть С Маратом Вот А играть Только со мной Честно И целовать меня Киргей Скажи что-нибудь Чтобы нам показалось Видео с тобой Сергей Короче Сергей ушел Добывать кота И пропал Сергей Да Я нашел кота Скажи это громко И четко Чтобы тебе показали Я нашел кота Еще громче Я нашел кота Кошку Кота О все Теперь кота Видно Друзья На этой Замечательной Новости И с няшущимся Котом Кошкой Сергея Мы с вами Прощаемся Если у вас Остались какие-то вопросы Можно писать их В комментариях Мы их Посмотрим И ответим Приходите к нам Приходите на Национальный чемпионат Приходите на Сайт Ивенты Посвященный Мультиплеерному Командеру Там вы сможете Увидеть и Сергея И Якова Ну к сожалению Кота Сергея Вы не увидите Ну меня вы там Сможете увидеть Играйте в хорошую магию Не сидите по подвалам Приходите в клубы И будьте Счастливы 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 Счастливы